В регионе принят ряд важных законопроектов, в том числе запрещающий продажу так называемых энергетиков. Прощальный вальс на этой неделе во многих школах округа прозвенел последний звонок. Во взрослую жизнь отправились почти 800 ребят. Сезон опасных игр сотрудники МЧС вышли на спасение нерадивых подростков, которые облюбовали весеннюю печору. Две тонны суррогата полицейские у предпринимателей изъяли большую партию контрафактного алкоголя и его продавали в одном из ночных баров поселка Искателей. Финишная прямая очередной недели в ближайшие полчаса. Я и мои коллеги подведем итоги минувших семи дней в студии Олег Танзийский. Здравствуйте. Курс на бизнес. Окружные парламентарии приняли в окончательном чтении закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Всего в повестке очередной сессии, которая состоялась в четверг, было 29 вопросов. Ирина Цепетова обо всем по порядку. На 1 января текущего года в округе зарегистрировано порядка 2150 субъектов малого и среднего бизнеса. Количество жителей, занятых в этом секторе, без малого 4000 человек или 12% трудоспособного населения региона. Этот показатель в округе хотят увеличить в разы. Планы на ближайшую пятилетку создать от 1000 до 1500 дополнительных рабочих мест в различных отраслях экономики. Чтобы достичь этого показателя, власти региона переходят на усиленную поддержку предпринимателей. Когда мы говорим о малом и среднем предпринимательстве, мы должны понимать, что на сегодняшний момент для нас, для округа, это важнейший потенциал роста. Это важнейшая точка роста. И мы на самом деле всю нашу экономическую политику должны строить для того, чтобы этот сектор по возможности увеличить. С этой целью окружные законодатели в окончательном чтении приняли закон о развитии малого и среднего предпринимательства. В рамках этого документа бизнесу окажут разностороннюю поддержку. В том числе закон даст толчок развитию системы финансово-кредитной и инвестиционной поддержки. Только на этот год на реализацию программы предусмотрено порядка 36 миллионов рублей. Из них на оказание финансовой поддержки в виде грантов и субсидий 16 миллионов. Формы это такие, как проведение ярмарок, конкурсов, акционов, различных совещаний, семинаров. Издание специализированной литературы по данному вопросу. Содействие развития лизинга имущества, то есть с помощью лизинга и поддержки окружного бюджета субъекты малого предпринимательства будут иметь право приобретения оборудования, механизмов, транспортных средств и так далее. В первом чтении были приняты поправки к закону, которые запретят розничную продажу алкогольных энергетиков на территории округа. Подобный запрет действует уже в 33 регионах России. Скоро заработает и в нашем регионе. Потребление алкогольных энергетиков – это беда не только России, не только нашего региона, это беда в мире. Там их реализация розничной продажи тоже регулируется. У нас, можно сказать, что, к сожалению, сложился культ потребления этих энергетиков, а их воздействие, как мы знаем, на организм гораздо сильнее, чем потребление того же пива или других слабоалкогольных напитков. И поэтому с этим нужно бороться. Молодым специалистам из сельских населённых пунктов в городе предоставят общежития. Проект закона о внесении изменений в закон Ненецкого округа о специализированном жилищном фонде окружные парламентарии приняли в первом чтении. Речь идёт о предоставлении комнат в общежитиях молодёжи из сёл в возрасте до 30 лет. А именно тем, кто получил начальное и среднепрофессиональное образование, впервые трудоустроился и не имеет собственного жилья. По словам одного из разработчиков законопроекта Александра Колыбина, ежегодно профессиональные учреждения города выпускают десятки ребят, и многие из них уезжают обратно на населённые пункты, потому что в городе негде жить, а население негде работать, в то время как в городе не хватает рабочих рук, а возможность предоставить квадраты в общежитиях сельским специалистам есть. Надо разрабатывать программу строительства этих общежитий. Но на сегодняшний день они есть, просто никто не знает о них. Они есть, СМУ предлагает свои услуги, предлагает. Трансойл, бывшая компания, тоже общежитие у них пустые. Услуги-то предлагаются. Надо просто организовать процесс проживания этих. Право на проживание в общежитии законодатели ограничили. Не более трёх лет. Мотивируя это тем, что за этот срок молодёжь сможет наработать определённый стаж, сделать накопление и приобрести своё жильё. В окончательном чтении парламентарии приняли закон о патриотическом воспитании. В преддверии 70-летия Победы он широко обсуждался в образовательных организациях. В рамках документа определены цели и задачи патриотического воспитания в Нинецком округе. Патриотическое воспитание не должно проходить только акциями или какими-то разовыми мероприятиями. Это системная, глубинная работа, направленная прежде всего на формирование патриотизма к малой родине, к нашей великой России, собственно говоря, в молодых людей. Кроме того, на прошедшей сессии депутаты поддержали предложение губернатора об оптимизации расходов бюджета. В частности, в первом чтении законодатели приняли поправки к закону, отменяющие так называемые «золотые парашюты». Ирина Цептова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Реализацию майских указов президента обсудили активисты регионального штаба ОНФ в Нинецком округе. Реальные дела в экономической и социальной политике, в обеспечении граждан доступным жильем, повышении качества услуг ЖКХ, здравоохранения, образовании и науке, в решении демографических проблем – все это есть в указах Владимира Путина, которое он подписал 7 мая 2012 года. В ней конкретные поручения и цели, которых необходимо достигнуть. С момента издания майских указов президента Владимира Путина прошло 3 года, но лишь 20% из них исполнены полностью. Таковы данные Общероссийского народного фронта, которые продолжают мониторить эту ситуацию как по всей стране, так и в Нинецком округе. Центральный штаб Общероссийского народного фронта уже разработал интерактивную карту, на которой регионы обозначены различными цветами в зависимости от уровня исполнения майских указов. Нинецкий округ на карте обозначен зеленым цветом. Выполнены указы по госустройству, в особенности, в частности, по созданию многофункциональных центров. Здесь мы являемся в лидерах. Но, к сожалению, остальные указы по поводу здравоохранения, образования, они выполняются, но выполняются с отрицательной тенденцией. В честь указов по здравоохранению мониторинг ведется председатель Народного фронта, руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» Рима Костина. Сейчас фронтовики уделяют особое внимание такому вопросу, как внедрение в регионе арктической медицины. Активисты Народного фронта считают, что население Нинецкого округа нельзя ровнять по тем медицинским стандартам, которые характерны для средней полосы. У нас процессы заболевания проходят длительнее, у нас не хватает солнца, у нас плохо усваивается. У нас, оказывается, даже те лекарства, которые мы пьем, не уколы, а пьем, они у нас почти не усваиваются, они почти не действуют. Почему-то у тебя сейчас другой? Потому что у нас все другое, и питание другое. В исполнении майских указов в части образования мониторит рабочая группа под председательством Татьяны Бадьян. Сейчас фронтовики обеспокоены тем, что не в полной мере и не во всех детских садах исполняется указ о доведении зарплаты дошкольных работников до средней по региону. Волнует активистов УНФ и тот факт, что на плечи педагогов взвалили большое количество бумажной работы. По мнению фронтовиков, педагог должен учить детей, а не превращаться в канцелярского работника. Так кого мы будем иметь? Еще один вот такой многочисленный штат чиновников? Или все-таки мы будем иметь в лице педагогического состава вот таких надежных новаторов идей государственной политики и проводников, которые формируют будущее нашей России? Активисты Общероссийского народного фронта в Ненецком округе и дальше будут мониторить качество исполнения президентских указов. Планов громадье, а это значит, работа предстоит большая, но, как всегда, четко, эффективно, по-фронтовому. Алина Волчейская, Александр Дуркин и Вадим Стасюк, Телеканал Север. В Наринмаре сотрудники МЧС спасли трех мальчиков, которые оказались на плоту, зажатом льдинами. Несчастный случай произошел в районе Качгардинского моста. Детей на самодельном сооружении понесло течением. Школьники не стали паниковать, поэтому не упали в воду о том, что подростки оказались в сложной ситуации. Спасателям сообщили очевидцы происшествия. И самое страшное, к сожалению, это не единственный случай. Подробности далее. Если в Наринмар пришла весна, а на Печоре лед становится тонким, то родители, берегитесь, ваши дети начинают играть в опасные игры, которые порой могут закончиться, но очень плачевно. Гриша, ты на меня быстрее, придурок! Вместо того, чтобы помочь своему другу, автор ролика продолжает снимать видео на телефон. Человека за кадром вообще не смущает, что его приятель находится в беде. И это правда жизни. Подобных роликов в интернете очень много. Люди снимают смерть собственных товарищей. Я приезжала по мосту и вот увидела три мальчика. Ирина Терентьева благодаря своей внимательности сохранила жизни трём подросткам. Школьники застряли на деревянном плоту, которое зажало дрейфующими льдинами. Об увиденном девушка сообщила спасателям. Сотрудники МЧС детей эвакуировали. Все живы-здоровы. А ведь эта прогулка для них могла стать последней. Я думаю, что и в школе, и в садике уже нужно это им прививать с самых малых лет. Чтобы они всё равно чувствовали какую-то ответственность за себя, за своих друзей. Вот в конце концов, они же были втроём. А что заставляет детей, вот на ваш взгляд? Сами помните о прошлом? Не знаю. Может быть им экстрима не хватает, энергию свою куда-то девать нужно. Вот и девают, только очень опасными способами. Если, к примеру, выход на лёд запрещен, то для детей законы не писаны. Их словно притягивает к коварным местам. Хрупкий лёд, открытая вода и различные обрывы. Где ещё, как не здесь, доказать товарищам свою смелость? Верните 10 лет назад, и сейчас многие себя в этот момент узнают. Ведь раньше, в детстве, мы всегда искали приключения. Нам ничего не было страшного. Не то, что сейчас, ой, мамочки. Нельзя выходить на лёд при том, где можно утонуть. Ученица третьего класса Марина Махнёва после встречи со спасателями теперь точно знает – безопасность превыше всего. А вот некоторые её знакомые, в основном мальчики, продолжают играть со смертью. Причина, считает школьница, отнюдь не желание показать свою смелость. Потому что тут обычно нельзя купаться, и всё хочется побывать в воде. Но всё же, если вы оказались в холодной воде, не паникуйте. Хоть это и сложно, советуют спасатели. На берег пытайтесь выбраться по старым следам. И ни в коем случае не поднимайтесь на ноги. Просто ползите. Детям действовать в ситуации нужно точно так же. Нужно родителям знать, где находятся их дети, где они гуляют. И ещё раз им напомнить об этом, что играть в воды нельзя. Впрочем, многие дети, несмотря на множество предупреждений, до сих пор этого не уяснили. Несколько дней назад в Оме с дрейфующей льдины были сняты две маленькие девочки. Они выжили чудом. Олег Танзейский, Александр Дуркин, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Конец игры. Очередной горный подпольный клуб закрыли окружные полицейские. Заведение находилось в том же самом помещении, где правоохранители уже не раз прекращали деятельность подобных игровых клубов. Попасть за двери нелегального заведения мог только проверенный администрацией человек. О работе зала и горных автоматов стражам порядка сообщил бдительный житель региона. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято компьютерное оборудование в количестве пяти моноблоков, два монитора, денежные средства в сумме 15 400 рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские напоминают, если вы обладаете информацией о деятельности горных заведений на территории региона, просьба позвонить по телефону 4 36 42 или 4 21 52. Анонимность гарантируется. В этом же здании, где работало подпольное горное заведение, продавали контрафактный алкоголь только в соседнем подъезде. Судя по вывеске, там расположился ночной бар. В общей сложности сотрудники полиции изъяли две тонны суррогата. И вот эту непонятную жидкость посетителям увеселительного заведения продавали за весьма приличную цену. Десятки коробок с разнообразными спиртными напитками хранились подальше от посторонних глаз. В несколько тысяч бутылок было разлито поддельное пиво и водка известных брендов. Акцизные марки оказались тоже фальшивыми, а некоторые бутылки были и вовсе не маркированы. Весь этот алкоголь хозяева бара продавали по завышенным ценам. Всего изъято около двух тонн алкогольной спиртосодержащей продукции в ассортименте. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Контрафактный алкоголь владельцы ночного заведения продавали без специального разрешения. Это установила проверка. Десятки ящиков суррогатом полицейские конфисковали. Сейчас образцы изъятого алкоголя направлены на экспертизу. Но сомнений в том, что эта подделка у стражей порядка не возникает. Специалистам необходимо установить, насколько суррогат опасен для организма человека. Другим темам самый трогательный и незабываемый праздник – последний звонок. В пятницу он прозвенел для 751-го выпускника из Ненинского округа. Напутственная речь учителей, для которых эти дети стали частью жизни, волнение родителей, которым трудно поверить, что их ребенок уже взрослый. Грустные и радостные минуты для самих ребят. Расставание с удивительным школьным миром. И хотя впереди еще экзамены и выпускной в день последнего звонка, они как 11 лет назад все вместе вышли с цветами на торжественную линейку, чтобы сказать школе «Прощай». Со школьного звонка все начинается, им же и заканчивается. 1 сентября уже позади. 11 лет в прошлом. Сегодня для школьников последний звонок. Музыкальный спектакль в подарок тем, кто учил и воспитывал все эти годы. Каждый номер, посвящение учителю, день, который те и другие запомнят на всю жизнь. Не просто праздник, настоящее прощание с детством и, конечно же, с любимыми учителями. Сейчас, когда последний день, я хочу сказать им слова благодарности, что я очень люблю эти учителя, которые дали мне все. Потрясающие эмоции у меня, волнение в тот же момент, радость. Впереди еще экзамен, но о них сегодня ни слова. Уроки закончились. Те, для кого они начались только год назад, принимают эстафету. Подарок от первоклассников – выпускникам трогательность хворения и веселые тестушки. И последний звонок, он для каждого свой. Программу школьной линейки держали в секрете. Готовили сюрприз своим родителям. Для них это тоже особенный день, и эмоции переполняют. У меня, наверное, еще больше переживаний, так как ребенок покинет отчий дом. И боюсь и волнуюсь. Сегодня строгая фраза, звонок для учителя, которую школьники слышали всякий раз, когда торопились на перемену, уже не страшна. Этот последний звонок символизирует не перерыв, а скорее переход на новый этап. Первые в регионе последний звонок услышали выпускники первой городской школы. Линейка здесь началась в 10 часов утра. С родными стенами попрощались почти сотни ребят. В том числе и ученики первого и единственного учебного заведения кадетского класса. А будущие МЧСовцы на линейке не плакали, не положено. Школьный рубеж они перешли торжественным маршем. Конечно, с одной стороны, печально, что школу заканчивали. А так еще и радостно. А есть гордость за то, что все-таки первый кадетский класс он заканчивал? Да, есть такая гордость. Сегодня все очень красиво, но если у молодых людей строгий дресс-код, то девочки, конечно, нарядились. Впрочем, современные выпускницы продолжают не изменять той самой школьной форме, какую когда-то носили наши мамы и бабушки. Но какой бы ни был наряд, главное – настроение праздника. Волнение, нервничаю очень, очень сильно. Так радость, что три лет изучилась. Преподавателям очень сильно привык, и атмосфера эта нравится. Не знаю, как-то страшно взрослой жизни будет. И, конечно, сегодня они фотографировались вместе и вспоминали, какими были. Сегодня день, с которого начинается новая жесть, и на нее у них уже много планов. В этом году почти полторы тысячи детей отдохнут за счет средств окружного бюджета. Первые группы отправятся на долгожданные каникулы в конце мая. Отличники, спортсмены и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, пойдут в Крым. Обладатели путевки «Мать и дитя» отдохнут на курортах Черного моря, Кавказских минеральных вод и Кировской области. А куда предпочитают ездить на Ринмарце, узнавала Валентина Чибичек. Я думаю, что съезд среднюю полосу съезжу. Псковская область. Отдохнуть. А почему туда именно? А потому что там уже тепло, светло, до осени пожить, фрукты будут, все хорошо. Мы поезжаем в деревню, щеленно. Там будете проводить? Да, да. Чем будете заниматься? Чем? Картошку садить, грибы, ягоды вырастут. Хочу в Крым, потому что там всегда тепло. И туда мой брат ездил в лагерь. Черноморское побережье, Крым и средняя полоса России популярны у наринмарцев. В средней полосе многие держат огороды и дачи. Там можно отдохнуть в кругу родственников и привезти на зиму заготовки из фруктов и овощей. Курорты Черноморского побережья востребованы у семей с детьми и пожилыми людьми. Там мягкий и нежаркий климат, что не скажешь о Египте и Турции. Летом температура в этих странах поднимается до 50 градусов. Однако жаркое солнце совсем не пугает жителей Заполярия. Турция и Египет по-прежнему самые востребованные зарубежные курорты у жителей округа. Самые такие массовые направления для отдыха туристов, которые предпочитают отдыхать целой семьей. Потому что очень тяжело вывезти 4-5 и более человек куда-то, чтобы было и много времени они провели на море, и чтобы это было не очень дорого. По данным туристических агентств, за двухнедельный отдых семья из 4-х человек готова выложить 200 тысяч рублей. Минимизировать затраты на отпуск помогает льготная дорога. Кстати, в этом году для работников бюджетных учреждений и госслужащих она ограничена суммой в 30 тысяч. Именно столько можно потратить на билеты за рубежом согласно новому окружному закону. Возможно, и по этой причине такие направления, как Мексика, Куба и Доминикана, стали менее востребованными. А вы не были на Таите? Гаите, Гаите. Не были мы ни в какой Гаите. Нас и здесь неплохо кормят. Кормят в Ненецком округе действительно неплохо. Комаров. Алина Ибов покидает летний Наринмар из-за надоедливых насекомых. Отпуск проводят также в Средней России. Там ждут дача, огород и отсутствие комаров. Есть такой анекдотик, что ли, небольшой. Сидят люди и мучаются в помещении от комаров. Один другому говорит, да закрой ты окно, в конце концов, чтобы они не летели. Да я уже закрывал, они же открывают. Вот, в этом все сказано. Летом, несмотря на региональный патриотизм, лучше все-таки проводить подальше от наших прекрасных мест. Где бы вам не пришлось отдыхать, делать это нужно обязательно. Врачи подсчитали. У тех, кто бывает в отпуске хотя бы раз в году, риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 40%. Так что в этом году отпуск особенно актуален. Будущие повара и кондитеры Наринмара провели кулинарный поединок. В арсенале каждого участника знания, немного фантазии и навыки, приобретенные за время учебы. Сегодня Аниниска профучилища – это единственный источник дипломированных деятелей кухни. Подробности далее. Из оленины, из картофеля, из брусники, из грибов, сливок, сыра. Как готовится? Ну, как готовится, как жаркое, только немного по-другому. Рецепт северного горшочка довольно прост, как и вся северная кухня. Именно ей Елена отдала предпочтение при выборе блюда на конкурс профмастерства. На варнике, откуда родом Елена, оленина – основной продукт питания. Мясо оленя у поваров считается сложным, и готовить его надо с умом. Например, обжаривать на сильном огне, чтобы сок остался внутри. В качестве национальной изюминки Елена добавила бруснику. Она придаст кислинку и свежесть блюду. Дарье больше нравится свинина. В рулете «Фаворит» тоже все сбалансировано – мясо, овощи, сырный соус. «Свинину обиваю, потом пассирую лук, морковку, перец болгарский. Натираю сыр, это все перемешиваю, начиняю, делаю рулеты и запекаю в фольге». Конкурсанты – повара еще не опытные, но поварешку в руках держали. На втором курсе студенты уже знают технологию приготовления и обработки основных продуктов. Знания обязательно закрепляются в ресторанах и кафе города. Многие практиканты после учебы остаются там работать. К слову, повар – одна из популярных профессий в Ненецком профессиональном училище. «Мы ежегодно ведем прием по данной профессии – повар-кондитер. То есть в этом учебном году, в 2014-2015, у нас обучалось три группы. Ребята практически все трудоустраиваются, потому что действительно профессия востребована на рынке труда. У нас и в городе, и в округе дети уезжают в село. Тоже практически все трудоустроены на селе». Конкурс профмастерства – обязательный элемент в обучении вот уже который год. Участники не только практикуются, но и получают советы опытных коллег. «Конкурс почему проводится? Потому что они друг на друга смотрят, друг у друга учатся. И это все, понимаете, стимулирует к росту, чтобы интересно было жить, работать». Когда блюдо почти готово, самое время его сервировать. Костя к медальонам поохотничьей приготовил тушеные овощи. Украсил свежими огурцами, помидорами черри и петрушкой. В таком виде конкурсную работу можно презентовать жюри. Помимо технологии приготовления, участник должен знать срок хранения, температуру подачи и описать его внешний вид. Лучше всего это удалось Яне Калугиной с блюдом из курицы «Чародейка». В кулинарном деле она предпочитает не экспериментировать и придерживает сомнения «все оригинальное просто». «Вот сейчас, которая у нас была практика в Фениксе, там мы делали такие же рулеты. Я подумала, что мне будет легче, потому что я знаю, как вот эти рулеты делать, и подумала, может, такой взять, легче будет». Второе место досталось Константину Лаптандер, третье – Дарье Калугиной. Все участники получили дипломы и кухонную технику. Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Это были главные события минувших семи дней. По крайней мере, мы их видели именно такими. Спасибо, что были с нами. До встречи. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова